и снова всем здорово друзья мои так давно не виделись наверно с прошлого ролика так для тех кто не только что пришел на канал и ничего не видел вскрыл я менял вкладыши увидал что подтекает на третьем цилиндре изначально на втором цилиндре у меня побежала короче видимо лопнула головка может лопнула гильзы на горячую побежал антифриз в поддон засопунил когда менял вкладыша увидел углядел что на втором цилиндре были косяки короче капелька кольца в таком вот состоянии вот идет начали ну вот видите сейчас не лопаться почему-то все вот видите как порвалось это нижнее кольцо которое соприкасаться с маслом возможно перегрев так была у меня дома поршневая федерал мобил надеюсь что она так называться вот на всех все кольца короче ну она в массы вот такая вот поршневая ничего не лопнуто вообще в хорошем состоянии поршневая потерта но она уже работал этот двигатель правильно правильно все кольца нормально все шевелятся кум у меня он оттирает меня говорит сегодня не снимай алексей юрьевич буду я короче до incognito мой подвиг горит будет незамеченным поршневые отмывают он поршня шорка этот шаркивает вот так и знаете чё так и один поршень у меня короче залегшие кольца кольца залегшие сейчас чё будем делать помещаем поместим его сейчас вот сюда я его этим очистили тормозов уже обезжирил и купил вот такую вот купил вот такой вот хрена тень пена раскоксовка двигателя попробуем если не получится то придется заказывать комплект колец эти все выдирать вырезать болгаркой вышлифовывать и ставить новое если получится то будем короче ставить это все и сейчас чё я сделаю сейчас раскоксовку заряжу и буду вынимать все эти короче разбирать будут шатуны и поршни свои разбирать у меня у меня видите как бы поршневая уже тоже походило немало но как вот были они вот эти вот трещины так они и есть но вот читая так подумал подумал и решил короче поставить федераловскую поршневую тем более она лежит просто-напросто просто дома без дела решил я вот так вот воткнуть и так что друзья смотрите вот дальше так поршень у нас раскоксовывается только не знаю что подается не подается непонятно но то ладно расшевелим потихонечку да собираю короче я поршня вообще все упало ага вот это вот отсюда комплект это туда тут самое главное я не знаю как на других поршневых но вот здесь при снятии я углядел что профиль кольца немного другой вот это верхнем верхнее компрессионное кольцо а вот нижняя и ставится она нижняя ставится вот этой фасочкой вниз а верхняя ставится фаской вверх да вот чудеса какие-то были просто форменные чудеса все я разобрал сейчас одеваю кольца и начну взвешивать взвешивать буду сначала отдельно поршни все взвешу я уже он взвесивает но без кольца бумажку зачеркну потом все поршня взвешу без шатунов потом взвешу шатуны отдельно и буду уже путем путем арифметических манипуляций буду короче совокуплять поршня и шатуны чтобы было наименьшее расхождение в весе сам короче не понял что сказал понял ты чё кум чудеса какие так обезжирил короче эти гильзы сейчас что сделаю сейчас обмажу немножечко герметиком мозгу герметиком кольца мозгу вот эти вот места тоже герметиком немного чтобы так сказать так сказать для пущей надежности до друзья потому что ну чё то как-то это не нормально не должно бы каждый год течь антифриз с этого в поддон тем более в поддон все сейчас мажем устанавливаем устанавливаем короче эти как они называются гильзы и потом чем вам делать с поршневой так две гильзы уже установил третью устанавливаю вот эти кольца вот сейчас эти новые резиновые кольца блин приходится короче гильзы заколачивать кувалды кусочком и кувалдочкой тихонечко андрюха накопа держи и кулочкой мы будем заколачивать кольца строймаш ну как бы хорошо заколачивать это гравировка ты больно сильно оттирал короче читать тер очень сильно гравировку какую-то заводскую очень круто сильно оттирал поршня короче мы с шатунами совместили получается вот это вот у нас в граммах уж последний до в последних цифрах 115 113 будем ставить друг на друг напротив друга два тяжелых короче разница в поршнях вообще поршень шатун получилось у нас 13 грамм 13 грамм по моему да это вот вот пара весит 115 вот эта пара весит 102 получается 15 грамм разница шатун с поршнем в совокуплении 13 грамм до и бомб ставить это допустим 1 5 самое тяжелое 1 5 эти бомб ставить 2 6 3 7 4 8 вот так вот будем ставить в такой последовательности все друзья так гильзы с той стороны тоже я воткнул все мы сделали сейчас я протираю коленовал и начинаем совокуплять начиная со совокупления короче поршней с гильзами ну и конечно вкладышей с этим как они называются вкладышей с коленовалом совокуплять будем с помощью вот такой штукенции все друзья снимать особо некогда потому что надо работать все мы делаем чики-пики так совокупил короче я поршень с этим шатуном куму еще говорю я говорю запомни говорю что замок к письке он говорит чё такое игру потом расскажу ребята замок всегда ставится вот замок для вкладыша он ставится вот к этой вот ну к охлаждению поршня и вот таким образом туда пошли вставляется по другому если поставить и ходить будет но недолго наверное но это вообще-то не проверено все же оставят замок к письке так что никто не знает наверняка как она будет ходить понимаете в чем дело так все давайте камера садится потом уже конечный результат наверно вам покажем если не когда дым пойдет ну может чуть чуть пораньше так друзья все я тут вымазал маслом масло так не пожалел все в мазуте тут только в свежем рука в масле вкладыши тоже помазал сейчас заодно измажу поршень так вы иск выглядел в интернете такую вещь ставят ставится одно кольцо вот сюда вот короче в самый низ второе компрессионная в самый верх и маслосъемная в самый бок короче вот так вот поставлю так не знаю я не знаю это правильно или нет но сделаю вот так вот это по-другому расставлял но вот сейчас так сделаю посмотрим как будет так ну что друзья с кумом все мы воткнули все на месте все как надо так смотрим другую сторону эту сторону тоже все воткнули поршневая фейерал мобил 20 20 какая она 20 группы как она называться не знаю смотрите здесь воткнулись и 4 поршни с той стороны воткнули только три почему сейчас скажу потому что на одном поршне два кольца сломались взяли переломились паразитские морды вот очень большой плюс этой поршневой очень большой плюс этой поршневой в том что это поршневая ставилась на двигатель завода завода изготовителя да и вот на котором двигатели она стояла это поршневая этот двигатель заводился в минус 30 блин без всякого подогрева у него даже автономки никогда не было он просто двигатель заводился с маленькой горелочкой с газовой блин вот это как бы вообще вещь может двигатель с моей поршневой запись идет батарейка уже скоро сядет может двигатель с моей поршневой он вы видели вы видели и вы знаете как он заводился правильно от слова совсем не заводился вот что сейчас я сделал поставил эту поршневую и у меня как бы колес нет и и а самый большой минус этой поршневой это цена цена по моему не 100 лишь 60 тысяч сказали мне по поршневой в за поршнева в сборе это одурей ну смотрите кольца стоят на эту поршневую комплект колес на один поршень что-то чуть больше 6000 ну это короче на дурь вот сейчас кум у меня умчался в ешкарлу сейчас гонят в ешку еще на улице пока светло а я буду собирать так что давайте друзья вы не это не расстраивайтесь я никуда не пропал я вместе с вами до конца буду мы с вами бом до самого конца сейчас я чё сделаю сейчас я возьму один болт на болте нарежу риски прогоню резьбу с той стороны и буду и буду короче собирать ту сторону за левую сторону буду собирать ставить прокладки ставить головки так кстати прокладки я в этот раз не стал брать евро в сферстат взял грибки почему-то они мне показали что ну пойдет все строймашевская короче прокладки без металлокаркаса попробуем не понравится переделом это как бы у нас не впервой так что вот друзья давайте я короче занимаюсь по мере по ходу действий все буду вам сообщать так вот смотрите мне посоветовали вот так вот сделать из обычного болта вот такой вот сделать метчик нарезал короче вот фаски риски где-то вот еще где-то найти бы сейчас еще гайковерт а гайковерт вон на месте батарейку зарядил все пойду короче чистить не не знаю год не год вам чуть видно чисто в головках чисто ну в отверстие да продую продую сейчас вот так ну что друзья все я тут подготовил резьбы прочистил все продул хорошенько все чики-пики чики-пуки все четенько колечко я дел сюда одел тоже одно вниз одно сюда вот все ставлю головки затягиваю и и в бой так ну что друзья все я служил эту сторону вся сторона собрана не поставил только еще амортизатор ну пружину под кабину а так вся сторона собрана все зашибись двигатель крутится вертится все хорошо эту сторону тоже я собрал протянул головки протянул 21 килограмм сначала гайковертом потом 10 килограмм потом 21 завтра мне остается поставить их один поршень гильза поставлена один поршень поставлю поставил затянул все шатуны поставлю поддоны все можно будет запускаться все на сегодня закончим сегодня закончим не знаю как ролик там закончится не закончится что может быть увидимся завтра может быть может быть в этом ролике может в следующем покиндос привет друзья не знаю ролик какой какой из ролик смотрите так к шатурные я протянул корень я протянул 24 килограмма шатунная протянуть 15 килограмм потому что позвонил мотористу он горит тенигре 14 килограмм шатунная что-то подтянул вообще слабо потянул 15 ну ладно это не суть головки подтянул вчера 21 килограмм больше не стал так чё еще это сил еще одну головку сейчас головку подготовлю кому меня сегодня отдыхает вчера он долго ездил за этими за кольцами при купил кольца мне привез кольца поршневые не хватало двух как двух колечек 3 так все это подтянул это подтянул это я сам собой разговариваю сейчас я подготавливаю головку подготавливаю поддон кум приходит все это мы быстренько складывая честью да ведь у меня вот такой у камаза теперь уже 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 все крутится вертится все четенько надо будет отрегулировать сразу же клапана прямо прямо до запуска потому что потому что он не заведется потому что всех на все штанги я все перепутал как обычно головки где-то кольцо новое кольцо газового стыка где-то старое все перепутал все поменял все друзья подготавливаю вот тут еще зачем-то этот вылез а вот сейчас закручивать как он называться вертыш вертыш подготавливаю головку ну и там где-нибудь включимся друзьям и все мы короче до богу поставил к он у меня прикручивают болты эти коллекторные короче самая черная работа досталась к уму я и скоро тебя убегу так чё сделали потом поставили погу поставил я стартер на месте так сюда на вот ну сейчас клапана будем регулировать чтобы не было вопросов клапана регулируется следующим образом выставляется верхняя мертвая . с помощью штифта штифт поднимается если все метки совпали штифт совпал и метки на насосе совпали значит это верхняя мертвая . проворачиваем два отверстия маховика в маховике есть специальное отверстие регулируем 1 5 проворачиваем 6 отверстий регулируем 4 2 и так до 7 до 8 цилиндра порядок работы цилиндров у нас 154 263 78 то скажете ох алексей юрьевич забыл порядок работа цилиндров так сейчас чудила фильтры сейчас я вам покажу фильтрки я буду прикручивать ставить так фильтры фильтры чист фильтр масляный фильтр масляный два фильтра разница в чем разница вот в этих цифрах 614 288 016 400 фильтры чистки масла какой из них полнопроточный какой частично проточный непонятно чтобы фильтры ходили дольше вот эту вот целлофанку нее не убирать не у вас будут вечными так фильтры различаются соответственно цветом смазать маслом уплотняющее кольцо кирит руки цветом и резьбой вот эта резьба разная какой-то из них частично проточник какой-то полнопроточный производство китай соответственно они идентичны заводским камазовским вот у меня камазовский держат сегодня пилить эти камазовские не будем пусть сохнут распилим когда вы когда заменить поменять вот это чтобы сравнение сделать есть уже сравнение такое фильтров автосиле если вам надо посмотреть приезжайте в автосилу скажите алексей алексей 43 рус послал посмотреть фильтры у них разрезанные вот эти вот эта марка такие вот красные разрезанные фильтра и оригинальные есть разрезанные так что приезжайте смотрите а мы с вами потом следующий раз разрежем посмотрим что внутри все давайте сейчас я заливаю масло заливаю масло ставлю на место фильтры регулируем клапана ну и скоро будет запуск скорее всего говорила мама учись на врача по локоть в мазуте бывает же да друзья такое короче когда снимал когда крышку одну разбирала одна короче крышка упала в эту 50 ну в отработку короче вот как вот так вот друзья учитесь в школе ее мое блин так ну что друзья все мускулом сквали сейчас он будет сейчас он будет держать глушилку а я буду крутить стартер ох стартер больно слов это интересно он короче крутить стартер чтобы масло давление немножечко поднялось и потом запустимся потому что все везде пусто пробуем лампочки еще горят все лампочки погасли он все отпускать а это шипит чё с компрессора трубку шевельнули сейчас а вот потянуть все отпускать ты уж тянешь так как будто блин я не знаю все ли прикажется так ладно да нет чё кум ничего я тебе не это ничего я тебе не это так ну качок нагрелся нет мотор да шебуршит как она федерал могил поршневая ема и так и чего назначить еще где-то где ключик на 13 то по моему оставил я не затянуты это крышку клапанов нет затянул ну чё все это пускай шипит сейчас нам главное пуск сделать кум все давление у нас поднялось ввязайся фильтры давление нагнала пробуем запуск делать даку что-то чика как будто клапан щелка чик 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 работа честью регулировать потому что где-то где-то соринка где-то пылинка все равно это как бы присутствует строим посмотрим а так все друзья запуск и как бы ну и дыму немного относительно дым вонючий будь здоров а будь здоров алексей юрьевич ладно все первый запуск произвели сейчас поработать немножечко с еще клапана отрегулируем еще клапана отрегулируем раз короче скрою крышку что-то с этой стороны чик 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 дело от клапан скорее всего может клапан может форсунка тут как бы еще могут быть варианты а так запустился нормально но видите в трубках же не было этого как он называться в трубках не было чего не было у нас трубках таком жидкости солярки не было в трубках так ладно давайте чуть попозже еще раз включимся верно много не точно так ну что лапана мы отрегулировали как-то зерно его немножечко потрясало как и потрясывало раньше привычка это привычка да у него осталась такая привычка ну где-то форсунка где-то трубка не дотянута еще давление в норме все хорошо вот здесь вот здесь как он называется клапан был отрегулирован не ладно как бы белого синего дыма нет это уже очень радует машина только запущен компрессор брякает всегда компрессор так одноцилиндровый посторонних шумов никаких нет слава богу ну чё ты доволен работать проделан это не беда это нормально ну чё-то воздух где-то чё-то воздух ну только за ней чуть-чуть нет там за тросик за тросик нормально работает нормально еще немножечко великовато обороты слава богу все друзья давайте не знаю я слышу может пропеллер что сейчас поразбираемся так ладно все давайте короче вроде работа мотор работает ровно что-то гудит но это короче это а знаю что гудит может может насос масляный у меня немножечко гур где-то подтекает вот вот здесь вот я иди где-то вот тут и слышно где-то гур сейчас короче масло подолью а у меня нет масла в гур то масло в гур только дома ком вот именно такая вот и херня что это будь то да гур блин а чё я не оставил масло то почему у меня в запасе то здесь ни грамма масла нет все все в мотор все в мотор друзья мои ладно сейчас я посмотрю это скорее всего да скорее всего насос гура ну он короче у меня бывает такое что гаечку нашел ё-моё блин ой ком спасибо тебе огромно гаечку нашел шпилек нет все шпильки у меня паразит сорвал все друзья все мотор сделан скомплектован ой затянуто ну в виде какое давление надо вот эту крышку поменять крышка перестала от давления сбрасывать честью все друзья давайте на этом ремонт закончим увидимся где нибудь уже я не знаю в рейсе хоть что ли пора уже работать начинать шипит у меня еще это кнопочка сброса на ресивере все давайте все закончили всем счастливого пути всем удачи на руке всем пока не ломайтесь и подписывайтесь так ну что друзья еще послал видите какие ремни скрутить колечки так тряпку тоже в камаз так вроде все путем кабину отпустил все вроде нормально все заводится все работает газуется ну все как обычно в принципе течи все устранил все путем все завели скумом щелкал клапан клапан был неправильно отрегулирован ну как неправильно там где-то может соринка попала где-то еще что я прогрел немножечко прогрели мотор полностью по кругу опять клапана отрегулировали все заработал мотор как бы чики-пики так что все сейчас уже точно на этом ролик закончим все я с этого с кузова с платформы все прибрал эти бумажки разлетятся разлетятся бумажки по ветру пусть думают что у нас новый год пусть думают что у нас новогодний праздник все давайте друзья сегодня 1 мая кстати всех с праздником не знаю ролик когда выйдет опять у меня тут немножечко роликов прибавилось на флешке надо это все будет дело хозяйство монтировать и выставлять выставлять для вас для зрителей для зрителей и для подписчиков так что вот все как бы я что хотел сделать я сделал и сделал так как нужно мне мне это очень нравится очень хорошо такие вот дела все давайте друзья всем счастливого пути всем удачи на дороге всем пока